Ну а в самой Одессе ситуация не лучше. Вот сегодняшняя новость. Несколько десятков человек устроили самую настоящую мафиозную разборку за один из санаториев. Стороны конфликта впечатляют. Замешан даже Минюст. Якобы именно парни с Минюста, с арматурой и пытались захватить объект. Все подробности у нашего одесского корреспондента Андрея Анастасова. Ножи, пистолеты, кастеты, дубинки и сотня парней в балаклавах. Так, сегодня на рассвете в санатории Лермонтовский заходило Министерство юстиции. Тетушки выбили двери, захватили административный корпус, отключили электричество. Врачей, пришедших на работу, на территорию не пускали. Несмотря на то, что внутри их помощи ждали порядка 70 пациентов. После инфарктов, после инсультов, после инфарктов 27, после инсультов 12, после тяжелых травм 14 и 11 человек беременных. Им нужен покой. А сегодня произошел захват. С начала 90-х прошлого века Лермонтовский находится в собственности Федерации профсоюзов Украины, точнее его предприятие Укрпровздравница. Но в 2015-м правительство решило передать санаторий Минюсту. С тех пор продолжаются тяжбы и попытки захвата. Вот и сейчас судебные исполнители пришли с решением, которое уже давно было оспорено и утратило силу, рассказывают в учреждении. Мы считали, что конфликт исчерпан после того, как санаторий Лермонтовский, коллектив и одесситы выиграл все суды. Но Министерству юстиции уже не нужно даже решение судов, для того, чтобы захватить 10 гектаров возле моря. К 10 утра у санатория начали собираться активисты и неравнодушные люди. Врачей полиция внутрь пустила, тетушек с территории здравницы выдворила. И они стояли тут же в стороне. Стычек удалось избежать, хотя все были на взводе. Произошедшую попытку захвата правоохранители задокументировали. В конце концов, после долгих переговоров представителям Минюста пришлось уйти ни с чем. Уже в который раз при схожих обстоятельствах мы обратились за комментарием в само министерство. Но ответа не получили. Только сообщение на сайте, в котором говорится, что исполнительные действия продолжаются, а единственный собственник здравницы Минюст. Стоит отметить, что на фоне агрессивной застройки Одесского побережья Лермонтовский чуть ли не единственный здесь санаторий, где люди могут пройти лечение по относительно доступным ценам. А кроме того, сюда приезжают льготники со всей страны. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер.